Девочки, привет! Сегодня у нас 10 мая. Вышли погулять в парке. Костян летает на самокате, на улице. Просто бомба какая температура, вы не представляете. В 10-м часу вечера у нас, кого-то бы летом, жаркий, тёплый день. Сегодня ставлю на зарядку свой самокат. Завтра вместе с Костяном поедем. Боюсь, лишь бы не ёбнуться. Больше ничего не боюсь, потому что с велосипеда ёбнулась, разбила все колени. Больше боюсь кататься. Сел и поехал. Я понимаю, я если начинаю, допустим, просто убрал ручку с газа, он начинает немножко пробуксовывать, притормаживать. Если я на тормозе не могу. Ну давай, вон, езь до этих, вот, разворачивайся. И пошли туда в сторону. Комарья в парке, всё, ничего. Видите, у нас какая пандемия. У нас веселуха, каждая вторая машина едет с этой хуйней, с музоном. Видите, я тебя догоню. Догоню, блядь. В ту сторону пойду. Вот, смотрите, уже вечереет, темнеет. Костяк вон поехал. Вот что значит маленький город. И это ёбаная пандемия. Типа, как объявили, что самоизоляция, все должны дома сидеть. И у нас экономия. В городе электричество нормально, а люди, вот, всё равно же магазины продуктовые работают до десяти. Продавцы же домой возвращаются. Как можно возвращаться? Как? Немножко же надо думать тоже о людях-то, а не только о себе. Вот. Костян, Костян, ты меня жди, он не едь там к велосипедам. Костян гоняет как. Я, понимаете, вон, ещё какие-то пацаны тоже с фарами хуярят. Едут, то бишь. Ой, я такая матершинница. Но ничего не могу поделать с собой. Видите, какой у нас парк. Капец, всё темно. Бегу. Ну, беги, Тузик. Да что ты тут крутишься-то, блядь. Уйди ты, нахуй, из-под ног. Беги, говорят. Да это так. У него такой глаз светится. Вот так понятно было. Ну, ты иди туда, может, он за тобой пойдёт. Эдик, пошли. Эдик. Эдик, пошли. Не бегай только сам. Девочки, добрый вечер. Мои господи. Время. Посмотрите. Без пятнадцати час ночи. Мне так стыдно, но я не утерпела. Я себе собрала чаёк. Посмотрите. Кусочек киты, рыбка жареная. Это значит свёкла с майонезом, чесноком и черносливом. А вместо хлебушка, ватушка, картофеля. Господи, допустит меня Бог, что я таким безобразием ночью занимаюсь. Ну, сил нету, как захотелось пожрать. Захотелось чай. А пустой чай я пить не могу. Ну, сладкое я не люблю. У меня целая коробка пироженок. Не хочу. Хочу рыбку. Очень хочу. Уже приготовила себе влажную салфетку, чтобы пасть протирать. Так что вот. Ну, думаю, с вами поболтаю о чём-нибудь. О том, о сё. Ужасно. Завтра покажу. Я уже сняла, как я готовила киту. Как я её мариновала. Я её мариновала. Лимон. Не лимон, а лайм. Лайм. Выдавила целый. Потом, значит, оливковое масло. Хорошо это прям взбила вилочкой, перемешала. Туда добавила всякие пряности. Ну, я добавила только перчик. И перчик такой, на мельнице. Ммм, пиздец. Перчик на мельнице. Булочка вообще. Латушечка с картошечкой. Просто мах. И... Французские травы. Вот так всё, под супуточкой. Ну, на 20. Упаковала туда рыбку. Переворачивала её, чтобы она пропитывала. Она прям пропиталась вся-вся. И вот сейчас получилась до того вкусная рыбка. Уже, которую он и муж подтверждает. Почему не на кухне я? Потому что кухня занята. Вот пришла к каштану тут. За компьютерным столом. Ну, он не сидит. Он только здесь уроки делает. И всё. И вот пришла здесь поесть. Потому что муж на кухне занимается своим хобби. Скажу по секрету. Гонит самогон. Вся кухня занята. Заходить нельзя. Шланги, аппараты, трубки. Сейчас ночи. Капец. Ну, я думаю, что я не одна такая. Ну, я давно не ела ночью. Давно сдерживаюсь. Не ем ночью. Хотела, девочки, сегодня разобрать все оба. Ну, лень. Буду завтра этим заниматься. У меня очень много болееток. Очень много. Я как-то раз в жизни подвернула очень сильно ногу. У меня страшно стало болеть вот этот сустав внизу ноги, белодышка. А раньше я ходила только на каблуках. Вот на таких вот. Как показать-то? Вот на таких каблучищах. По 15 сантиметров. Сейчас получается все. На каблуках я ходить не могу. Перешла потихоньку. Кроссы. Балетки. И поэтому у меня балеток. Нет, сначала я перешла на балетки. Я их скупила, наверное, штук 30. Ну, что под каждую сумочку, под каждое платье. А потом резко перешла на кроссовки. Мне вообще нравятся кроссовки, чтобы были большие, объемные. Они с любым платьем, чтобы у них и смотрятся круто. И поэтому у меня такое огромное количество балеток, которые я даже ни разу не делал. Вот хочу завтра все разобрать. Посмотреть. Отдавать ничего не буду. Надоел. Слушайте, отдаю. Мне, блядь, никогда в жизни ничего не отдали. Продавать тоже не буду. Потому что не умею. Куплю за 3000, продам за 500 рублей. Да нахера мне это надо? Вот, переберу, буду ходить. Как говорится, назло врагам. Буду носить все кросс-балеты. Сегодня в одни, завтра в других. Пошли завтра в третьих. Некуда будут носить, буду дома носить. Блядь. Как свинья я. Буду носить дома. Но никому не отдам. Рыбка замечательная. Просто прелесть. А как она хорошо заходит в 20 часа ночи, в час. До такой степени люблю все пересоленое, вы не представляете. Поэтому я и толстая. Соль она же удерживает. Жидкость в организме. А я прям вживу одну соль. Хотя мне нельзя. Люблю соль. Люблю маринованное. Маринованное прям капец. Люблю острое. Посмотрите, какой ноготь. Как я сломала ноготь. Какой стыд. Буду завтра записываться на манитюр. На новенький. Что делать-то раз сломала. Поеду на манитюр. Вот как-то так. На улице до сих пор теплым. Вот такая там со мной. Вот здесь совсем. Вот. За телефоном. Открыто окно Насте же у меня. Всю ночь. Хотя первый этаж. Да у меня здесь собака стоит. На. Затаскивается. Кого мне бояться? Я в 5 утра ложусь встаю. В 5-6. Я ложусь, пусть встает. Пошел с Эдиком гулять. А иначе окно закроешь. Как в аду. В квартире очень жарко. Невозможно. Ну. Наверное завтра уже не будет так жарко. У нас уже отключили отопление сегодня. Вот сейчас только. И наверное скорее всего уже будет холодно. Всегда же так. Отопление откруется. Сразу на улице. Снег пойдет. Девочки, свекла-ка бомба. Я очень люблю так свеклу. Но я ее в основном покупаю. Потому что ее пока сварит. Брать полдня пройдет. Ее легче пойти салатом купить. Зачем ее пиздякать с ней? Ой. Лему стыдно. Что ночью ем. Ну ладно. Сейчас поем. Потом встану через полчасика на тренажер. Минут двадцать позанимаешь. Наверное. Вообще, когда пожрешь. Почему-то очень хочется. Сама пойти полежать. Ну это наверное все. Мне сын все время старший говорит. После еды ни в коем случае полчаса нельзя ложиться. Он сам придет к нам и что поест. Надела сразу бульк. А я как дура. Хожу и жду полчаса, чтобы полежать. Как вот сумоисты. Сумоисты. Они встают. Это я смотрела передачу про Японию. Потом. Часа три они занимаются. Тренируются. Прям усиленно. После тенировки. Они очень плотно питают. Кушают прям жирную такую пищу. Прям плотно. И сразу ложатся спать. И тогда вся пища перерабатывается в жир у них. Ну им надо массу тела набирать. Я тоже как сумоистка. Сегодня три раза за день поела и сразу спать ложилась. Ну, похимарив. Чутка. Ну а иначе. Иначе день прожить зря. Иначе нам удачи не видать. Как говорится. Завтра уже 11 число. Скоро уже полмая прошло. Пройдет. Самоизоляция так и не закончилась. Я уже не могу больше. Как я хочу в магазине съесть. Поболтаться. Я хочу... Хочу не в бургерные сходить. Почему-то вот вида на вынос мне не нравится. Мне кажется, когда на вынос... Они сюда так относятся. Знаете. Как себе. Хуйню готовят. А когда уже сидишь... Ждешь как-то... Да вообще сам факт. Придешь, будь даже там... Какой-нибудь забегаловка такая. Кофосовка. Но все равно атмосфера. Другая. Чем дома этот... Поэтому я не люблю на дом заказывать. Ну, конечно, берем эти всякие шавермы. Но все равно не то. Как говорится, не то пальто. Мы с Костяном очень любим... Болтаться по всяким кафешкам. Но... Под нами вида. Что мы любим. Мы даже нет-нет. И дома. Два метра дома. Глянь, сходим, пожрем. Мне говорят, что сейчас специально съедет. В какую-нибудь пиццерию. Не знаю, как люди кучают рыбу, но я ем ее. Как поросенок. Всегда руками. Без всяких приборов. С чувством. С толком. С расстановкой. Люблю я такую рыбу, в которой мало костей. Конечно, очень вкусный карась. Но в нем одни кости. С ума сойдешь. Да, где мы сейчас живем, тут карасей-то и нет. Щилка вкусная, но там тоже одни кости. Поэтому приходится жрать вот горбушу. Камбалу. Камбалу сильно люблю. Она такая вкусная. Я вообще люблю на рыбку майонезик и намазать. Но на ночь уже стало стыдно. Много майонеза жрать. Думаю, ладно, так сойдет. А со свеклой тоже. Тоже недурно, надо сказать. Так что вот. Так, девочки, мальчики, и живем. Нет, чтоб спать, лечь, да? Ну, мы походили по парку. Калории сожгли. Десять калорий сожгли. Тысяча двести, говорит, прибавим сейчас. Ну, Костян молодец. Он вечером не ест. Сейчас спросила, может, салатик положить? Не-не-не. Яблочко погрыз и все. Он держится. А я ни хера не могу утешаться. Держалась, держалась. И решила все равно пожрать. Решила малеха потрапезничать. Ой, девочки. Как я хочу куда-нибудь съесть. Пойдем съездить, посмотреть. Мы с Костяным очень часто собираемся покинуть музеи. Уезжая. Тут у нас уже было куплено Хунгурские пещеры. Ну, ничего, все отменили. Купили два автобусных тура в Казань на 26 июня. Ну, пока еще ничего не отменили, но, дай бог бы, нет. Автобусный тур, сказали, красота вообще. Везде возят, все обвозят, все музеи, все, что можно. На пять дней покажется. Входят туда и жилье, и все, и все, все всякие музеи, выставки только питание засвящено. А Казань же очень красивый город. Там, правда, уже были, но все равно. Сейчас високосный год, куда-то далеко ехать страшно. А может, и не откроют ничего. Мне почему-то кажется, что карантин продлится до 1 июля. Сказали же, что осенью будет вторая волна. Да пиздец, что-то так. Вот скажите, кто-нибудь знает, какой-нибудь есть знакомый, кто переболел коронавирусом? Никак таких нет. Мне кажется, это вымышленные персонажи. Потому что с кем бы ни разговаривали, никто не знает ни одного заболевшего, а их миллионы уже. Ой, миллионы, говорю, тысячи уже. Отдельно. Да. А я своим чавканием разыграла аппетит походу у всех. Защелкали холодильником. Так что вот, очень интересно. У кого есть знакомые болели коронавирусом? Может, дальние родственники? Может, у кого-то в Москве болело? Расскажите-ка. Сейчас, блядь, накаркиваю. Пу-пу-пу. Не дай бог. Не верить совсем тоже нельзя. Потому что тоже у нас весь мир сговорился, что ли. Уфшу съела. Очень вкусно. Причем съела за 10 минут. Повременно. Охренеть. Еще хочу пироженку, но не буду. Новогоднего поросенка достал. Тогда у нас год поросенка-то был. Давно уже. Так что вот так вот. Можете ночью жрать. Это не страшно. А очень даже вкусно. Ха-ха-ха. Я просто не хочу одна быть нарушительницей порядка. Быстренько все подорвались в холодильник. И побежали. Кто за чем? Кто за салатиком, кто за супиком. Завтра буду делать окрошку. Очень хочу окрошку. Холодную-холодную. Чтоб холодильничка такая прям. Ух, чтоб гланды сразу воспалились. Ха-ха-ха. Чтоб сразу ебать ангину. Ой, блядь, как вкусно. Как я люблю чай с лимоном. Я не знаю, как люди пьют всякие эти травы. Или там фруктовые чаи. Хороший черный чай с лимоном. Очень душевно зашел. Так, ну все, девочки, бабочки. Сейчас чем-нибудь полезным займусь. Хотя чем можно заняться полезным в час ночи. Ой. Ну все. Завтра буду варить окрошку. Покажу. Расскажу. И попробую. Девочки, время. Второй час ночи. Я только пожрала. Думала, Костян уже там у меня умывается спать. Херочки. Раз ночи я никуда не могу. Херочки. Он в какую-то хреномуть играет. Что ты играешь? Ну, я сейчас не смогу тебе повернуть. Ну, как называется игра-то? Это. Ну, понятно. Херомуть. Сидит вон на Соньке. Это ты на четвертый или на третий? На четвертый. Играет в какую-то боднягу. А у меня, представляете, тут у нас, как у самых обжор, тренажеры кишат, блядь. Хамелеон еще надо выключить лампу. У меня еще Алешенька не спит. Алешенька стал весь в хозяева. Хозяева всю ночь. Что-то шабаркается. И Алешенька также шабаркается. И вот Костян какую-то байду играет себе. Ой. Не буду вставать. Лень. Так что вот. Я даже встать. Да, встать, Лень, не говори. Вот так вот, блядь, и живем. Забыла сказать, девочки-мальчики. Все-таки встала. Встала, не говори, еле-еле. Всем спокойной ночи. Так в че ж ты тут играешь? Ну-ка напишите, в че он играет, кто знает. Тут еще какой-то член семьи появился у холодильника. А у тебя аудитория... Я не одна, Абжора. Посмотрите, время полвторого. У меня идет процесс. Ну, подкрепись, подкрепись. Это все пироженки тяпает. Так, прямо из холодильника. Поест и попиздил называется. Короче, полвторого ночи. Я уже стихами заговорила. Всем до свидос. До новых встреч. Пишите, звоните, присылайте смс.